Видеомост Москва-Сухум, организованным Центром социально-экономических исследований и Международным информагентством «Спутник», собрал специалистов в области политологии, философии и экономики. С абхазской стороны спикерами выступили Олег Домения, Илона Мерцхулава и Александр Страничкин. Российскую сторону представили доктора экономических наук Марина Альпидовская и Аркадий Соловьёв. Главная тема обсуждения – социальная политика и её значение в развитии Абхазии и России. Тема на самом деле очень животрепещущая. Она не только затрагивает и даже не столько затрагивает экономическую проблематику. Экономика при всей её важности и необходимости, она не может выступать в качестве самотелий. Самотелий в данном случае является человек. Более того, человек является особым таким существом, который позиционирует себя в качестве самотелия. Я думаю, что экономисты тоже это хорошо признают и осознают. Важность социального фактора, важность человеческого фактора в жизни общества. Именно вот в социальной сфере накопилось много проблем. Именно эти проблемы как раз они привели к тому кризису глобальному, региональному, каким хотите, к тому кризису, который мы сегодня переживаем. Но этот кризис несёт и определённую пользу. Он высветил, как ничто другое, наиболее уязвимые места человеческой жизни. Научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава отметила, что социальная сфера Абхазии обладает большим комплексом проблем. Речь идёт о демографии, образовании, здравоохранении и рынке труда. Оказательством тому являются вот некоторые цифры, которые я хотела бы озвучить. В частности, в демографии у нас также наблюдается снижение темпов прироста численности населения и естественного воспроизводства. Наблюдается миграционный отток сельского населения в города в целях поиска работы. Более того, наблюдается миграционный отток в Российскую Федерацию также в целях оформления различного рода социальных выплат. Пандемия коронавируса также показала на лицо те проблемы, с которыми столкнулась система здравоохранения и показала то, что, к большому сожалению, мы не справились на первом этапе с теми вызовами, которые привели нас к этой проблеме. И, конечно же, система здравоохранения нуждается в коренной структурной и функциональной реорганизации. В образовании также в Абхазии наблюдается сокращение и числа студентов средних образовательных заведений, несмотря на то, что существует реальная востребованность на рынке труда в этих рабочих профессиях. И также сокращается количество студентов высших учебных заведений. Поэтому наша главная задача сегодня – пересмотреть те социальные императивы, которые имеются и сложились в столь сложных экономических условиях и приступить к реализации реформ на основе программно-целевого метода управления национальной экономикой. Говоря о проблемах, надо понимать, какими ресурсами обладает Абхазия, отмечает доцент кафедры экономической теории АГУ Александр Страничкин. Экономист объяснил свою точку зрения в области образования. По поводу среднего специального образования. Я здесь в чем-то соглашусь. Я соглашусь в таких вопросах. У нас нет программы подготовки специалистов в этой сфере. Потому что надо определиться, какие специальности нам нужны, и по этим специальностям в средних специальных учреждениях готовить. Когда у нас колледж готовит одновременно поваров и юристов, я этого не понимаю совершенно. Это есть проблема такая. Теперь касается занятости. Конечно, показатели безработицы не те, которые должны были быть, потому что, как Илона сказала, нет законодательной базы. Но дело в том, что занятость у нас тоже хитрая такая. У нас очень много людей работает. Ну, так называемая скрытая занятость. Очень много людей, которые не платят никаких денег в различные фонды, я имею в виду пенсионы, социального страхования. А просто нанимаются люди, которым платят в конвертах, и на этом заканчивается история. Это в сельском хозяйстве то же самое. Своё видение социальной политики и её значение в развитии Абхазии и России в режиме онлайн высказали и российские специалисты.